Маша, вы дали разрешение на запись? Запись уже включена. Мы делаем две записи, одна на русском, одна на английском. Мне очень приятно видеть вас всех и поприветствовать на нашем семинаре, который спонсируется семинаром по изучению России в Университете Индианы. Меня зовут профессор Филлипс. Я руководитель как раз Института по исследованию России и Восточной Европы и со-директор семинара по изучению России. Я участвовала в этом проекте в течение последнего года, поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить результаты и вопросы. Давайте в самом начале я представлю каждого из присутствующих. В первую очередь я перейду к Анастасии Патце, которая присоединилась к нам из Санкт-Петербурга, России. Она является директором Музея нонконформистского искусства, и она глава Санкт-Петербургской искусства и резиденции в искусстве. Под адресом Пушкинская 10 или Пушкинская 10 она является независимым куратором и работает вместе с культурными организациями в России и за рубежом. Это уже третий проект, который мы ведем вместе с Анастасией. У нас был проект «Нонконформ», потом «Нонконформ-2», где художники из России и США изучали, что для них означает «Нонконформизм». И «Профессионал арт» было тоже одной из областей для сотрудничества. Также я бы хотел представить Алену Льовину. Она является художником из Москвы, активистом, феминисткой. Она является также сооснователем организации «Инфогол», где они работают по таким темам, как феминизм, инвалидность. И это такая впервые такая организация в России, которая работает в этих областях. Роль Алены в этом проекте была в качестве консультанта. И нам бы с нетерпением было бы интересно услышать ее опыт. Также с нами Анна Любимова сегодня. Анна является автором, иллюстратором, художником. Она выпускник Санкт-Петербургской академии Штеглица. Она работает в качестве иллюстратора, автора, изучает различные области. Тело, физическая сущность, и как это можно изменить и порвать. Еще один из участников нашей панели, который присоединится к нам попозже, Майкл Каната, который является междисциплинарным художником, который работает в области 3D. Сейчас он является художником в центре по глине в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Поэтому нам было бы очень интересно, что многие из наших участников находятся как в Санкт-Петербурге России, но также и в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Майк изучает, каково быть гиперактивным и изучать движение и недвижение. И также я бы хотел еще поприветствовать пару художников. Джоан Фейбен, которая присоединилась к нам из Сан-Антонио, и Марайя Фейт, которая присоединилась к нам из Бостона. Отлично, рада вас видеть. Но в первую очередь я бы хотела передать такой виртуальный микрофон Анастасии Патци. Professional Art – это был результатом работы Анастасии. И она как раз эту идею предложила и много сделала для того, чтобы это сотрудничество состоялось. Настя, я бы хотела попросить вас, не могли бы вы рассказать о вашем воодушевлении, что вдохновило вас к участию, каковы были цели этого проекта, и откуда взялись идеи? Спасибо, Сара. Спасибо за приглашение. В самом начале я бы хотела поприветствовать всех. И потом я присоединюсь уже к русскоязычной, с руковой дорожке, и продолжу уже на русском. Но я буду слушать вопросы на обоих языках. Сара сказала, что это была моя идея. Спасибо. Но она действительно родилась из опыта нашего общения. И я знала, что Сара давно и очень интенсивно занимается изучением инвалидности, и что есть специальная группа по исследованию этой темы в ее институте. Поэтому, собрав весь этот опыт и впечатления вместе, появилась такая мысль сделать проект для профессиональных художников с инвалидностью. У нас уже был некоторый опыт работы в этом направлении. То есть мы делали какие-то в музее инклюзивные программы, но при этом чувствовали еще, что нам хочется не просто сделать доступными продукты музея, какие-то наши выставки, мероприятия, но поработать немножко над инклюзивным подходом на более глубоком уровне. Посмотреть, как мы можем более глубоко интегрировать работу с художественными специалистами, с опытом инвалидности в нашу текущую деятельность, чтобы это было не каким-то специальным проектом, а как бы нашим нормальной, естественной частью нашей работы. И подумать о том, что вообще такое инклюзия в профессиональном плане, что мы можем как музей предложить этим художникам. Я уже сказала о вещах, которые вдохновляли. Вот опыт наших американских коллег и их исследования, разные мероприятия. Были же какие-то вещи, которые раздражали или которые, скажем так, заставляли задуматься. Но это хорошо, когда проект рождается между вдохновением и раздражением какой-то проблемы, и тогда у тебя есть мотивация. Чтобы этим заниматься. Что заставило задуматься? Мы заметили такую тенденцию, что очень часто профессиональные художники, которые имеют опыт инвалидности, они оказываются как бы в тени своей инвалидности. От них очень часто ожидают, что они будут об этом говорить, что это будет каким-то определяющим опытом для их творчества. На самом деле это не так. И, например, музеи часто приглашают таких авторов участвовать в проектах, но эти проекты, они как бы не исключительно художественные, они такие вот инклюзивные. То есть здесь слово инклюзивное, оно как будто бы иногда меняет характер этих проектов. То есть это не просто исключительно художественные проекты, но там есть какая-то еще оговорка. И я не говорю, что таких проектов не должно быть, но нам хотелось поработать просто с художниками и поработать с этими участниками, как с профессиональными художниками. И не ожидать, что они, например, будут обращаться к теме инвалидности или к своему опыту, дать такую возможность, но ни в коем случае не ожидать, что как бы это будет темой проекта. Поэтому мы придумали такой образовательно-профессиональный проект. Хотели также немножко поговорить о вообще уровне видимости творчества художников с инвалидностью, профессиональных художников с инвалидностью и поговорить о том, как дать им равные шансы, как помочь им повысить свою видимость в профессиональном сообществе и на самом деле просто показать профессиональных художников и их самобытное искусство. Вот так возникла идея. В какие-то моменты я честно забывала, что мы работаем с художниками с инвалидностью, и мне кажется, это очень хороший показатель нашего процесса. Большое спасибо, Настя. Вы отметили очень важные моменты. Во время этого проекта все из нас, которые были вовлечены в проект Professional Art, пятеро из США, пятеро из России, и Алена в качестве консультанта, и еще несколько помощников по кураторству в Санкт-Петербурге, мы часто напоминали, что это проект для художников, для профессиональных художников. И, как вы уже говорили, что проблема инвалидности, конечно же, была важна, она была в центре, но она не была в центре внимания самого проекта по мере того, как он развивался в течение этих месяцев. те семинары, которые мы проводили, то сотрудничество, которое зародилось в рамках проекта. Я бы сейчас хотел услышать мнение пару наших художников, чтобы они поделили своим опытом, так как вы говорили о том, как художники с инвалидностью встречаются с барьерами, но это очень сильно различается в зависимости от ситуации, от контекста, в какой среде работает художник, каков контекст в той местности и какую поддержку художники получают. Один момент, который мы надеялись, что художники будут изучать в рамках этого проекта, как ваша идентичность в качестве художника и как человека с инвалидностью пересекаются и в то же самое время отделяются от остального. Я бы хотела услышать о ваших собственных практиках художников в искусстве и в профессиональном искусстве, и в искусстве профессионал-арт. Аня, может, вы первыми хотите выступить и рассказать о вашем опыте в проекте профессионал-арт и потом мы передадим слово другим участникам. Да, я могу. Но, во-первых, я хотела сказать, что это был очень интересный опыт, потому что я как художница с инвалидностью встречалась с тем, что мне иногда было, подавая заявки куда-либо, я не могла писать про инвалидность, потому что я чувствовала, что люди будут оценочно на меня смотреть, что я попадаю на какие-то мероприятия чисто инвалидности. Были такие моменты, когда мне говорили, что вы подчеркиваете это, потому что вас тогда возьмут. И то есть это ущемляло немного мою профессиональную, как бы часть моего профессионального, профессионализма как художника. А здесь я поняла, что, во-первых, если я хочу, я могу об этом говорить, если я не хочу, я могу об этом не говорить, и работать с темами, которые для меня интересны. Мне было, прежде всего, важно, посмотреть, как другие художники это делают, как это делают в Америке, есть ли какая-то специфика. И я поняла, что на самом деле никакой особой специфики-то и нет, просто дело в том, как каждый из художников, какие темы он поднимает в своем искусстве. И это совершенно, может быть, не связано с инвалидностью. То есть ты, наоборот, как бы освобождаешься от вот этих, как сказать, ограничивающих факторов. Когда ты боишься, что тебя берут из инвалидности, ты вроде бы как должен это раскрывать. И какие-то внутренние такие страхи происходят. Но здесь такого не было. Мне понравилось, что именно был раскрыт профессиональный аспект, когда мы обсуждали общие вопросы, которые, как бы, в принципе, не касались чисто каких-то инвалидностей. Потом мне очень понравилось, как другие художники, какие именно работы они предоставили на выставке, свое зрение, и как другие чувствуют именно себя в творческой сфере. И мне было очень интересно, потому что в конце, когда была анкета, нужно было заполнить, как вам понравилось или нет. Ну, я очень долго думала, что туда написать, потому что я все прекрасно написала, что мне все очень нравится. Потом я поняла, чего мне не хватило. Мне не хватило немножко раскрытия именно в среде, русской арт-среде. Потому что она как и стала, если американская арт-среда стала для меня более открытой, я поняла, как я могла бы там работать, что бы я могла делать, а русская, она так и осталась таким каким-то очень закрытым комьюнити специальным. Поэтому я вот это написала, что мне немножко не хватило раскрытия именно русской арт-среды. И я забыла, что я сейчас должна сказать. Так, Сара, можешь еще какой-нибудь вопрос мне задать? Или достаточно? Все отлично. Вы добавили настолько ценный отзыв, и в этом мы как раз и заинтересованы, в вашем опыте в этом проекте. Большое спасибо, что поделились. Это создает нам хороший мостик, чтобы перейти к Алене Левине. Не могли бы вы также внести свой вклад. Аня, например, говорила о, соответственно, сообществе художников США. Это более открытое сообщество для художников с инвалидностью. Не знаю, имели ли вы это в виду, но когда вы говорили, что центром внимания проекта Professional Art удивилось именно внимание работе в США. и те художники, которых мы приглашали выступать перед вами, они были, соответственно, экспертами в США. И хорошо было бы, по вашему мнению, чтобы также были художники из России с тем, чтобы это было бы таким вкладом в проект. Ну, это так, на будущее. А для вас, Алена, в качестве консультанта по проекту Professional Art, каков был ваш опыт? Узнали ли вы многое нового о сообществе художников США, либо что-то новое узнали о сообществе художников России, и как вы это смогли привнести в качестве консультанта в проекте? Сара, спасибо за вопрос. Очень рада всех снова видеть. Я тоже как-то запуталась столько вопросов. В общем, первое, что я хотела бы отметить, что я была очень удивлена тому, что кроме языкового барьера, особых различий в пути, ну, не то чтобы пути, в понимании, кто такой художник, в России и США не сильно отличается концепция быть художником, и уж совсем родственные связи появляются, когда речь идет о художниках с инвалидностью, потому что и близм, и дискриминация, она не распространяется географически как-то особенно в таких узконаправленных сферах, как искусство, оно везде существует. для себя как для консультанта я хотела бы сказать, что мы провели очень большую подготовительную работу, прежде чем приступить к опен-колу, к общению непосредственно с художниками, и действительно, Аня любимого отметила, что мы не позвали так много экспертов из российского сообщества, сконцентрировались на опыте профессионалов в области искусства из США, и в какой-то части это было продиктовано моим мнением о том, что художникам с инвалидностью из России будет не так полезно общение с кураторами и с галеристами из России, потому что какой-то общий опыт, он универсален, а специфика российского поля современного и традиционного искусства, она очень и близкая, и мне кажется, что нам потребовалась бы долгая подготовительная работа с спикерами-экспертами в этой области. Также я хотела сказать, что у меня был опыт работы с Сарой и Анастасией до этого проекта именно как художницы. Я работала в проекте Non-Conform как художница уже. У нас была тоже онлайн-резиденция и я влилась довольно органично в сообщество резидентов, которые были очень разного возраста и тоже из России и США и инвалидность, по крайней мере, видимая, была только у меня. И в целом я хотела бы отметить, что вот такой формат сочетания и онлайн мероприятий, и по возможности сделать что-то в физическом пространстве, я считаю, что это сейчас, на данный момент, по крайней мере, в России оптимальная возможность интегрировать художников с инвалидностью в какой-то профессиональный дискурс. Потому что, к сожалению, когда речь идет о художниках с инвалидностью, которые не скрывают свою инвалидность, то есть они говорят, да, ну я вот инвалид, да, но я художник, прежде всего, то таких художников записывают чаще всего в области аутсайд-арта, ну что не каждому художнику нравится, и он себя причисляет в совершенно другом направлении. Вот. Ну пока все, если будут еще вопросы, я с удовольствием отвечу. Большое спасибо, Алена. Большое спасибо, Алена. Мне кажется, вы столько многих отличных моментов подметили. И одно, что я запомнила, мы можем подумать о различных форматах такого, как коллаборации, резидентств, с тем, чтобы это позволило большему количеству участников участвовать, либо чтобы это облегчило вот такие кросс-культурные общения. Мы старались изо всех сил, чтобы наши виртуальные мероприятия были максимально доступны. Но нам не удалось превосходно выступить, и мне кажется, Джон может потом добавить, что при наличии устного перевода вы иногда теряете именно такой точный смысл, именно как бы там субтитры. Например, субтитры, когда к нам присоединяются люди с ограничениями слухи и так далее, им сложно принимать участие в таких Zoom-встречах. Соответственно, это один из моментов, о которых стоит подумать, это формат. И, Алена, вы правы, вы говорили, что мы внедрили очень много, уделили много времени, энергии, чтобы это все воплотить. Как бы мы хотели, чтобы программа была, какие именно семинары мы бы хотели, чтобы были представлены для художников. И на этой ноте я бы хотела передать слово еще двум участникам. Я бы не хотела конкретно говорить, кто из вас. Кто бы хотел выступить? Марайя и Джон. Мы были бы рады услышать от вас, чем бы вы хотели поделиться. Может, мы бы хотели сказать что-то конкретное о семинаре, о профессиональных встречах, презентациях, которых вы участвовали, и как эти мероприятия отличались от того других мероприятий, в которых вы участвовали. Как это повлияло это на ваш опыт, когда вы хотели услышать о вашем опыте в этом проекте. Я вижу, Джон, вы включили микрофон. Это знак. Да. В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех участников. Я говорю это от лица всех. Я могу сказать, что это изменило нас всех. Это изменило нашу осознанность того, чем мы занимаемся. Создало вот такую дружбу, как я понимаю, такое слово двусмысленное, но это позволило нам связаться друг с другом. Не настолько секретные какие-то связи, которые были бы зациклены только, например, на теме инвалидности. Это позволило мне получить такую уверенность. Может, это как-то и не связано с основной темой. Но это позволило мне поделиться моими знаниями и также просить вызов другим художникам в России и в США, чтобы улучшиться, чтобы повысить свой профессиональный уровень и также развивать культурные связи. И во время войны мы можем думать о общих чертах и чтобы война как бы не мешала нам, чтобы мы думали, что мы как отдельные личности, что у нас есть общего, что мы любим искусство и вызовы, которые перед нами стоят. Все выступающие великолепно выступали. После первых двух выступлений я думал, ну, мне это все известно, я училась в аспирантуре, но вам необходимо постоянно в этом вариться. И когда тут присутствуют настолько разные выступающие, это было бесценным для меня. И я могу присоединиться к своим коллегам, которые выступали уже, что я могу также отметить, что это позволило мне узнать новое, особенно работа с социальными сетями. Это новые среды, которые нелегки. и мне также хотелось бы сказать, хорошо было бы, чтобы был куратор, который работал с инвалидностью. Я пыталась найти такого человека, который проводит выставки, которые именно привлекают художников с инвалидностью. Это мне не удалось это осуществить. И с радостью я встречалась с участниками на семинарах. Конечно, я бы хотел увидеть больше участников в таких семинарах. но мне показалось, что все было отлично. Все отлично вышло, вы хорошо поработали. Хотя мне все это было известно, но мне было все равно интересно участвовать. В этом является прелесть жизни, когда мы учимся постоянно чему-то новому. Это меня сподвигло. намного в позитивном плане. Отлично, Джон. Спасибо за эту обратную связь. Анастасия, Джон сконцентрировалась на вопросе, о котором вы постоянно думали, в отношении практики кураторства и перехода к инклюзивным музеям, художественным пространством. Я знаю, что вы думали о новом проекте, который был бы посвящен полностью практике кураторства и доступности, инклюзивности. Можно спросить, Настя, вот сейчас сказать пару слов об этом, так как об этом Джон сказала. Да, спасибо большое. Я хочу тоже у нас какой-то такой кружок благодарности. Я тоже хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех художников и художниц, потому что я чувствую, что очень много чему научилась и как куратор, и как организатор, и это было очень-очень полезно. Да, по поводу новых проектов интеграции вот этого опыта в нашу кураторскую практику, мы в этом году будем действительно проводить цикл выставок, это будет шесть, может быть, семь, может быть, восемь выставок художников с инвалидностью в одной из наших галерей, и стратегия цели этого проекта, они в принципе продолжают миссию профессион арт, и мы собрали группу из шести кураторов, которые базируются в Петербурге, это профессиональные кураторы, некоторые из них также художницы, кто-то работает в институции, кто-то работает независимо, и предложили им поработать с художниками и художницами, так что нас ждут эти выставки, и мы хотим действительно, чтобы это стало нормальной частью нашей практики, не люблю слово нормальной, привычной, привычной частью нашей практики, поэтому следите за анонсами, скоро будут выставки, не хочу раскрывать слишком много деталей, но они будут в той же галерее, что и про фэшн-арт, так что будем продолжать. Еще мы придумали один проект, который может быть начнется в этом году, но пока что не могу раскрыть детали, этот проект уже будет больше про действительно такое глубокое понимание доступности инклюзии и с точки зрения музеев и музейных коллекций. Вот это то, что я могу раскрыть сейчас. Спасибо, Анастасия, за такой тизер. Спасибо, Анастасия, за такой тизер. Вы заинтересовали всех нас, и сейчас мы хотим узнать более подробно об этом. И сейчас я бы хотела передать слово Марайя. Не хотели ли вы поделиться своим опытом в нашем проекте. Да, конечно, я знаю, что Анастасия упомянула, что мы даже не уделяем основное внимание инвалидности, а уделяем внимание всему остальному. Именно в этом как раз есть наше стремление. Это всего лишь маленькая часть нашей сущности, но в то же самое время было отлично, что мы были одним коллективом, что-то было, что нас всех объединяет, но при этом мы были настолько разными, но при этом мы понимали друг друга, и мы понимали, насколько сложно творить и при этом подпитывать наше тело, когда это очень сложно. Поэтому было отлично, что у нас был такой общий опыт, от которого можно было отталкиваться, общее понимание, общее мышление, которое есть только у художников с инвалидностью. И не важно сколько мы боролись с этой инвалидностью, но у нас уже была отличная площадка, в которой мы могли отталкиваться, двигаться вперед, думать о профессиональных аспектах нашей работы. самая главная это не говорить об нашей инвалидности, а быть свободными людьми. И самое лучшее это когда мы забыли о том, что мы работаем с художником с инвалидностью. Это является целью художника с инвалидностью, что мы работали не думая об этом. И поэтому мы можем даже дальше еще двинуться вперед. Что это означает для нас всех? И также я бы хотел благодарить всех участников проекта. Я увидел настолько разные работы, очень есть похожие работы, но настолько разные подходы. Но это очень вдохновляет и очень ценю ту работу, которая была вложена в этот проект. Большое спасибо, Марая. Большое спасибо, что вы настолько всегда с энтузиазмом относились ко всем этапам проекта. У меня есть вопрос к вам. Было ли что-то конкретное, что вас удивило? Может это было вашим первым взаимодействием с художниками из России? Может что-то, что запомнилось вам особенно? Что я запомнила, что все художники из России настолько они знают столько вещей. Я, как художник из Америки, я даже не знаю много этих вещей, связанных с историей, философией, но они настолько были начитаны. Я даже об этом никогда не задумывалась раньше. Но когда у них есть такой личный опыт, это было великолепно. Даже у нас и был такой языковой барьер, но то, чем мы делились друг с другом, это помогало нам всем. Это то, чему мы уделяли большую часть времени. Все удивительные умные люди, умные коллеги. Но я была восхищена этим. Да, планка была очень высокой. Я согласна с этим. Алена, я бы хотела услышать от вас, над чем вы работаете в эти дни, в это время. Что происходит в вашей практике, художественной практике? Я на секунду подумала, а я одна, Лена, тут. Одна? Нет. Мне отвечать. Спасибо, Сара, за вопрос. Буквально вчера ко мне приходили мои приятельницы натуршицы и позировали мне час для набросков. Это примерно все, чем я занимаюсь в последнее время, как непосредственно художница в классическом понимании. Но в основном из-за того, что у меня такое было перенасыщение работы в сфере искусства позапрошлый год и прошлый год, я решила немножко передохнуть и заняться работой в нашем комьюнити женщин с инвалидностью. И я буду работать вместе с... Может быть, мы Аню Любимову опять позовем с нами поработать над изображением. Будем делать креативные медиа... медиа... Единицы, чтобы репрезентировать женщин с инвалидностью всячески. А, еще, да, я с фондом Евразии сейчас сотрудничаю и буду делать с коллегой из Америки проект посвященный инвалидности. Вот. И возможно, он будет в том числе о культуре. Вот. Скорее всего. Но это моя основная сфера деятельности культура и инклюзия. Вот. Ну, так я планирую сделать серию керамики и расписной. И надеюсь, когда-нибудь у меня тоже будет выставка. Может быть, и в Петербурге, может быть, тоже в музее. Вот. Еще со мной сегодня такая собачка. Он скоро полетит в США. Он у нас на передержке. Вот. Уже двое животных в нашем круглом столе. Наверное, все. Спасибо. отлично. Я бы с радостью потом услышала более детальное описание проекта с фондом Евразия. Профессионал арт проект завершился такой групповой выставкой Музея нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге. Я бы хотел спросить Анастасию, которая была куратором этой выставки, рассказать об этом. Какие вызовы ставили перед вами в качестве куратора? Что было наиболее ценным? Какое было восприятие этой выставки с тем, чтобы потом мы могли перейти к будущим планам, с тем, чтобы мы могли поговорить о том, что стала путешествующей выставкой? Да, выставка стала важным таким результатом проекта. Я бы не хотела говорить финальной точкой, потому что у нас проект продолжается. Формально он уже окончился, но, как мы видим, мы продолжаем собираться, общаться, что-то придумывать. План сделать выставку был изначально. Мы не знали, что это будет за выставка, потому что мы не знали, что это будут за художники и что это будут за проекты, поэтому там было очень-очень много неизвестного. И, конечно, были сложности, в частности технические. Мы не смогли привести оригиналы произведений наших американских коллег, и нам пришлось как-то придумывать креативные решения. Они практически для всех придумались и, в принципе, даже как-то обогатили, наверное, посетительский опыт. Но, в принципе, для меня работа над этой выставкой, она была, как и работа над любой другой групповой выставкой, со всеми вытекающими сложностями. Да, у некоторых художников были потребности, которые нужно было учитывать, и мы учитывали это и при планировании графика подготовки, и при монтаже, и так далее. Но, в целом, мне кажется, это очень был счастливый опыт, подготовка, и особенно открытие, когда мне, например, удалось впервые увидеться с некоторыми участниками нашего проекта вживую, ну, наши американские коллеги подключились в зуме. Выставка называлась «Этот момент», и она была про момент. На самом деле, я помню тогда, сейчас как-то у нас ностальгические воспоминания, когда мы с Сарой с тобой что-то обсуждали в чате, и я помню, что в какой-то момент кто-то из нас написал, что это почти чудо, я тогда подумала, да, может быть, это и есть название для будущей выставки, это почти чудо, потому что действительно тут чудесно, можно просто сказать, что действительно чудо, что этот проект, несмотря ни на что, состоялся и так успешно прошел, но выставка называлась «Этот момент», и она была про то, как наши художники проживают момент, про то, как искусство помогает нам схватить и зафиксировать то, что постоянно ускользает, и на самом деле это было про скоротечность, то есть такой действительно посыл немножко мементу мори, помня о смерти, и про то, что жизнь идет, этот момент, вот он есть, ты в нем, потом он прошел, его нет и никогда не будет, про то, каким мы его запомним, и, конечно, а про что еще было думать в такое время, конечно, мы не могли никак изолироваться от того, что происходит в мире, вокруг нас, поэтому подумали о том, вот на фоне этого сужающегося горизонта планирования, как мы можем прожить вот этот вот момент, потому что это то, что у нас есть, мы не знаем, что будет, но вот это то, что есть сейчас, такой немножко был философский посыл выставки, про ее путешествие, ну, может быть, Сара, ты хочешь сказать что-то, потому что была небольшая презентация в библиотеке, и у нас большие планы, я могу только сказать, что я рада, что это была первая выставка в Новой галерее, то есть мы открыли новую площадку как раз вот этой вот выставкой, и мне кажется, это очень-очень важно, что за проект открывает новое пространство, потому что это задает курс, то есть вот эта вот выставка премьера нового пространства, это очень ответственный проект, и, ну, для нас была просто честь, что именно эта выставка открыла в Новой галерее. Великолепно, большое спасибо, Настя. Вы говорили о маленькой выставке здесь, в Университете Индианы, которую мы на прошлой неделе открыли. Для тех из вас, кто находится рядом с Блумингтоном, в библиотеке Уэллса есть мини-выставка проекта Professional Art. Там биографии есть всех участников, художников, и визуальное представление их работ. Также скульптура Ларисы Даниэл, которая живет в Блумингтоне, и принимала участие она в этом проекте. И наша коллега Вероника Троттер была куратором этой выставки. Также она была куратором выставки книг о искусстве, инвалидности, гендере, которые также связаны с этой выставкой. Поэтому мы представляем эту выставку в качестве тизера, что будет потом настоящей широкомасштабной выставкой с изделиями искусства из 10 художников здесь уже в Университете Индианы следующей весной. Анастасия, Маша Фокина, которая является частью нашей команды, которая работает над этим, и мы надеемся, что это осуществится, говоря о профессионал арт и о других моментах, которые зародились в рамках проекта. У нас есть документальный фильм, который был сделан о проекте, и автором была Андрея Станислав, который также участвует, также Хельга Любартович. Андрея работает вместе с музеем Эскен-Ази в Университете Индианы, а Хельга Любартович работает в музее нон-конформатизма искусства в Санкт-Петербурге. Они составили 16-минутный документальный фильм, и 28 февраля в 11 часов утра мы проведем премьеру. Это будет такое гибридное мероприятие, будут зрители в Санкт-Петербурге, в Блумингтоне, также там присоединятся зрители онлайн, поэтому вы можете присоединиться к премьере фильма, который называется «Я тело». Это великолепный фильм, и мы с нетерпением ждем возможность поделить его с вами. Это рекламная прауза. Давайте посмотрим. Сейчас я хотела перейти уже к вопросам, которые только что к нам присоединились, кто еще не знает о проекте, который хотел бы спросить о художниках, либо спросить Анастасии, об ее опыте. координации и кураторстве, либо спросить Алену Левину об ее опыте в качестве консультанта. Все желающие могут задать вопросы, вы можете включить микрофон и спросить, либо поделиться комментарием, либо написать в чат. Пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос о фильме. Для Андрея вопрос. О работе с фильмом. Что было, что больше всего вам понравилось, что запомнилось больше всего. Я еще не видел этот фильм. из тех коротких фрагментов, что я видел, мне кажется, это создало сильное впечатление для нас всех. Большое спасибо за вопрос. Самый важный результат было узнать о индивидуальной практике каждого из участников. Я работал в прошлом не только как художник, но как куратор, как учитель. И сейчас я тоже связан с образовательным процессом и с кураторством, но возможность узнать о устойчивости локации, связанной с некоторыми художниками, локация, где это происходило, но и также энергия, сила каждого из нас, каждого из вас двигаться вперед, и кто-то из вас в вашей практике отражается уже инвалидность. Это не возможность работать как-то обходя ее, а возможность работать с ней. Когда вы объединяете и инвалидность, и ваши художественные качества, качество художника, это весьма восхитило меня. И также найти общие точки соприкосновения между разными художниками. Для фильма это было очень важно. Для этого как раз породило название фильма. И все это связано с нашими связями, с нашим телом, и к какому результату это приводит, какая практика, связанная с этим. Это было как раз главным результатом. и по крайней мере в США с женским телом это затрагивает очень многие вопросы тела и как это отражается в художественной среде, в музыке, в художественном искусстве и так далее. В различных дисциплинах и в различных разговорах. для меня главным результатом было ознакомление с вашей практикой. Это обогатило сам процесс работы над фильмом. И я с нетерпением жду узнать ваши новости о ваших проектах, о вашей практике. Это удивительная работа. и разнообразие, ваше разнообразие, которое вы представляете, с которыми я столкнулась. Я могу всего лишь восхищаться и работой Исары, и Анастасии за ту работу в качестве кураторов. Я бы хотел поблагодарить всех вас, кто участвовал в нем. Отлично. Спасибо, Андрея. Извините, я хотела бы поблагодарить всех и сказать, что мне, к сожалению, надо уже уйти. Еще раз спасибо всем за этот замечательный проект. Сегодняшний сезон подарил мне много приятных воспоминаний. И надеюсь, что мы будем дальше с вами работать и дружить. Вот. Хороших вам выходных. Спасибо, Алена. Пока-пока. А можно мне вопрос? Я хотела бы немножко сказать про тело. Для меня было откровением, что будет так называться фильм. Но потом я поняла, что все-таки именно из той части, которую я увидела, что многие художники, как и я, осмысляют себя именно и свое тело в искусстве. Хотя иногда, мне кажется, это прям не косвенно происходит, не напрямую. И я была рада, что эта тема нас объединила, хотя таким странным способом, неожиданным. И вообще я поняла, что для меня таким небольшим было откровением, когда я запускала тестирование для выставки, о том, что большая часть людей имеют с этим проблемы, независимости имеют ли они инвалидность, подходят ли они под какие-то стандартные или нет. Поэтому этот вопрос такой животрепещущий для всех оказался. И я хотела поблагодарить, что, конечно, я так рада, что это название фигурирует теперь во всем фильме. А почему решили все-таки так сделать? Потому что увидели вот эту линию, что у всех художников идет, именно название выбрать. Да, это наверное вопрос к Андрея по поводу выбора названия. А, ну, наверное. Может быть, но я пока Андрея подключается, могу сказать, поскольку работала с Хельгой тоже, которая снимала и ездила к тебе. Мне кажется, это такой момент, похожий момент, как у меня был с Сарой, когда, да, у нас в чате появилась эта фраза почти что чудо. То есть, может быть, такой момент, когда ты действительно слышишь что-то и ты чувствуешь просто, что это подходит. И так или иначе в работах многих присутствует эта тема тела. И я тоже не знала, как называется фильм до того, как он был окончен, или у меня были предположения, но я подумала, что да, это символично, потому что это в том числе про тело, которое на самом деле гораздо больше, чем просто тело. То есть, это как бы тело за пределами тела. Что это вообще? Мне также нравится, я не знаю, как это сейчас будет переводить Алексей, который нам помогает, но мне очень нравится, знаешь, идея, что тело часто в русском, например, употребляется как объект или какая-то субстанция, космическое тело. То есть, здесь есть, мне кажется, очень много возможностей это интерпретировать. Интересно. Спасибо за эту вопрос, Аня. Большое спасибо, Аня, за ваш вопрос. Я не знаю, Андрей сможет ли включить микрофон и прокомментировать, но я помню обсуждение о том, что внимание было уделено телу, о том, что это будет такой общей темой, которая проходит через всех художников, затрагивает всю чувствительность. я бы не хотел за вас говорить, Андрея. Но спасибо, Андрея. У меня перевод просто не шел. Мне надо что-то здесь включить. спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Мы, Хельга и я, играли с различными черновыми названиями фильма, что это что-то будет связанное с телом, как и по-русски, и по-английски будет звучать, как обычно и случается, в двух языках, это, нет, может, я так же говорю, может, японский, английский перевод. Перевод не совпадает, поэтому у нас было несколько вариантов, рабочих вариантов, которые идеально не соответствовали друг другу. либо какой-то вопрос, который не подходил и Хельга. Я бы хотел отдать ей должное, что она именно усиленно думала об этом, предлагала разные варианты. она обратилась к более устаревшей форме русского языка, но в более устаревшей форме языка было, для меня было интригующе это. И мы хотели, чтобы тема тела отражалась с тем, чтобы тема Анны отражалась в творчестве каждого художника. Это было бы в стиле как кураторства, либо когда вы что-то напрямик берете у какого-то художника. и мы сделали, проделали большую работу в фильме к тему и упомянули это в тубтитрах. Она в качестве медиахудожника проделала большую работу как со звуком. Это стало и открывающей темой фильма. мы работали с различными музыкальными темами других художников. Лавров, я с ним до этого работал, может, вы знаете его. Мы работали с различными источниками музыки, даже вне сферы художества. и мы возвращались к теме Анны и музыкальной дорожки. Это было отличным совпадением. Я бы хотел сказать, такой был групповой портрет художника. И я и Хельга вместе решили. Даже много не обсуждали. сказали, это просто подходит. когда мы работали с видеоматериалом, вы в первую очередь с интуицией подходите к этому. По крайней мере, интуиция подсказывает вам, когда необходимо завершить разговор, к чему стоит прийти. И работы Анны, ее название идеально подходило для вступления, для темы, так как мы все возвращались и возвращались к этому стайну. и с точки зрения режиссера, мы думали о теме ведений, о том, как мы входим в тему. Есть такая возможность вести, войти в тему. это такая метаструктура была для всего фильма. Но я бы хотел попросить поблагодарить вас, Анна, за то, что вы позволили нам работать с вашим названием и с вашей музыкальной дорожкой. Это весьма была поэтическая такая оболочка. И что мы благодарны вам, что позволили нам использовать их. я забыл помыслить, но это честь для меня была. Это моя честь. Я с радостью хочу посетить вашу студию. У вас удивительный дом. Спасибо. Я чувствовала себя как маленькую частицу, которая собирает всех вокруг. И для меня это было настолько ощущение какого-то части этой группы художников. И ты всех вокруг собираешь. Это было очень приятно и честь для меня, что выбрали мое название. вот поэтому. С нашей стороны, со стороны организаторов я могу добавить, что нам было очень приятно увидеть, как вы стали такой объединяющей силой в этой группе. я знаю, что вы смогли развить такие особые отношения с некоторыми участниками, например, Джоун. У вас такая крепкая дружба. Было удивительно увидеть, как это развивается. Большое я бы хотел поблагодарить всех вас за то, что вы принимаете участие в этом проекте, за всю ту энергию, которую вы делитесь в нашем проекте. Перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, я бы хотел услышать, как и от Анны, от Джоун, Марая, над чем вы сейчас работаете, что происходит с вами в художественном плане. Аня, не могли бы вы поделиться? Ну, что, я продолжаю следовать тему тела. У меня сейчас очень, то есть, я туда проваливаюсь, как в кроличью нору, все глубже и глубже. Вот, и, а ну, я не знаю, это спойлеры будут, но я буду организовывать, может быть, отдельную как выставку посвященную телу уже аспектом телесного на бессознательном уровне. Если вот первая часть профессион-арт была более осознательна, потому что я изучала статистику, изучала какие-то параметры, смотрела, кто как себя принимает, какие-то проценты просчитывала, то дальше я хочу погружаться в историю телесности бессознательной и погружать других вокруг тоже. вот так. Так что я работаю сейчас над этим. Отлично, Джон, а вы над чем работаете? я получила грант от города Сан-Антонио, чтобы работать над проектом. Это будет соло-выставка в местной галерее, которая тоже находится в Сан-Антонио. Соответственно, я ищу место, а тема это поиск места. я думаю о своей жизненном пути, истории и то, как я принимаю свое прошлое, свою инвалидность. Это такая автобиографическая, скорее всего, работа, абстрактная работа. То, как я могу найти дом, особенно с начала ковида. Я также стал участвовать в проекте творчества во времени ковида, который проводит университет Мичигана по гранту Эндру Меллана, фонда Эндру Меллана. Там пять моих работ фигурирует. Они принимают участие в такой передвижной выставке, которая отражает мою историю сопротивления в такое сложное время. в это время то, что нас не убивает, делает нас всего лишь сильнее. Это над этим я сейчас работаю. Мои поздравления. Отлично. Марайя, а над чем вы работаете? Я работаю над тем, что я пытаюсь завершить то, над чем я работаю. Вы можете увидеть мои работы. Все это еще в процессе, это уже последние годы в таком состоянии. Я в таком нетрадиционном пространстве. Они хотят где-то 20-30 моих картин, я пытаюсь завершить их, чтобы передать их на выставку. Это те художники, с которыми я работала вместе. Они тоже с инвалидностью. Но нас уже приняли на участие, поэтому у у нас есть проект. Также хочу завершить крупный полотен, который очень много времени занимает. Великолепные новости, спасибо. Удивительно. Я бы не хотела прощаться, говорить до свидания, так как это был увлекательный такой диалог, так как этот проект был полон чудес. но мы с нетерпением ждем будущего, с тем, чтобы увидеть, как мы можем продолжить нашу работу. Удивительно видеть вас всех с вашим проектом и с нетерпением ждем самого фильма, премьеры фильма под названием «Я тело» о как раз проекте «Профешн арт» от Андрея Станислава и Хелеб Гриб Бартовича. Маша разместила ссылку в чате для тех из вас, кто может принять участие в этой премьере, вы должны зарегистрироваться, вы можете привлечь ваших друзей, членов семьи с тем, чтобы у нас был великолепный публика на премьеру. Анастасия, вам даем последнее слово. Давайте выведите нас в отношении будущего, светлого будущего и всей важной работы, которая проводится по искусству и инвалидности. Спасибо, Сара. Столько еще вопросов, которые хочется друг другу задать, но это хорошо. повод для новых встреч. Я могу только сказать спасибо и просто еще раз подчеркнуть, что как здорово, что у нас была возможность работать в этот катастрофический год. И мне кажется, это было очень важно сохранять эту связь да уже даже не между художниками, между людьми. И я наблюдала так краем глаза за тем, как переписывались в чате и что-то друг другу отправляли, кто-то с кем-то стал общаться, кто-то там задумал проект. Я думаю, что это самый лучший результат, то, что собрались люди, которые друг понимают друг другу интересны. Так что могу только пожелать нам всем успехов, чтобы этот обмен продолжался, несмотря ни на что. И да, спасибо всем, кто поддержал нашу идею. Так что начинаем готовиться к кинопоказу. Покупаем попкорн. Покупаем попкорн. Отлично. Большое спасибо, что приняли участие в нашей встрече сегодня. Спасибо всем участникам, которые поддержали нашу работу. И надеемся, что вы сможете 28 февраля участвовать в нашей встрече. Виртуальный попкорн будет. Бесплатно. Спасибо. Спасибо.